Всем привет! Спасибо, что открыли это видео, с вами Лиза, и уже скоро сейчас вас ждет супер-классный новый сериал. Но перед этим я хочу вам сказать, что я пытаюсь выходить на новую ступень ведения Ютуба, и наши серии становятся еще длиннее. Они уже были по 10 минут, теперь я буду стараться делать серию от 15 до 20 минут. Я надеюсь, что вы этому очень рады, потому что я знаю, что вы любите длинный формат. Вот, также я хочу вести особый график на Ютубе, и стараться выкладывать видео каждую среду и воскресенье. То есть видео будет выходить чаще, вам больше не нужно ждать неделями продолжения, поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Также хочу сказать, что я ввожу в свой канал больше своей личной жизни, будут влоги, распаковки и т.д. Мой день жизни. Допустим, в это воскресенье я уже планирую влог, я буду возвращаться в Турцию. Наше возвращение в Турцию спустя 3 месяца пребывания в Грузии, поэтому я очень надеюсь, что вы будете влог ждать. Я максимально постараюсь его сделать для вас интересным. И если вам нравится все, что я приношу в свой Ютуб, то, пожалуйста, сообщите об этом в комментариях. Также, если не нравится, то тоже сообщите, я буду все читать. И обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Так, давай, иди уже. А ты кто? Я Бетти. Мы тут все ждем, чтобы начать сериал, а ты нам мешаешь. Извиняюсь, хорошо. Ребят, увидимся с вами позже. Приятного просмотра. Элизабет, просыпайся. Да, мам, я уже. Сегодня мне нужно пораньше пойти в школу. Моя флешка уже готова? Да, держи. Удачного тебе дня в школе и не забудь поцеловать папу. Хорошо, увидимся. Что там за странный тип через дорогу? Так уставился на меня. А теперь он идет сюда. Привет, Бет. Ты почему так испуганно выглядишь? Ничего, ты вовремя. Пошли скорее в школу. Эй, Эшли, стой. Кто это и почему он обращался к тебе, как к какой-то Эшли? Не знаю, Сара. Наверное, какой-то сумасшедший. Неважно. Надеюсь, я его больше не увижу. Дети, приветствую вас на уроке истории нашей памяти и изобретения наших особых флешек. Здравствуйте, мистер Вильям. Сегодня мы поговорим о том, кто и когда придумал эту технологию. Это был Арнольд Мэморис. В 2062 году он изобрел первую флешку. Она вмещала всего 100 гигабайт памяти. А как ему вообще такая идея пришла? Зачем нам выгружать все свои воспоминания на флешку, если можно хранить их в голове? Он придумал это, потому что его жена заболела непрерывной амнезией. Она забыла все, что было в их жизни и забывала каждый новый день. Но он очень любил ее и хотел это исправить. И тогда он изобрел первую флешку, чтобы выгружать ее воспоминания каждый вечер, а утром снова загружать их в ее голову. Верно, Элизабет. Ты читала литературу, что я дал? Да, это очень романтичная история. И это изменило всю нашу жизнь. Ты права. Технологии пошли дальше. Теперь наши флешки могут вместить сотни тысяч чаробайтов нашей памяти. Таким образом, мы не забываем себе голову, выгружая каждый день все на флешку и оставляя только самое важное в голове. Но у всего есть свои минусы. Вам никогда нельзя терять свои флешки или данные будут невозвратимы. Но и это уже исправлено в наших годах и все флешки имеют чип, по которому можно отследить их геолокацию. Также они неутопляемые, не горят в огне и настолько прочные, что их невозможно сломать. Таким образом, лишь 10 человек в мире в месяц умудряются привести флешку в негодность. Это очень маленький процент по статистике. Это так круто. Еще одно, что вам нужно всегда помнить. Никто не должен иметь доступ к вашей флешке, даже родители. Лишь вы должны управлять ею. Ты слышала, Бет? Не начинай. Я тебе давно говорю, что то, что твои родители каждый вечер забирают твою флешку, это ненормально. Сара, это мои родители, они какие-то чужие люди. Да и я отлично помню всю свою жизнь. Если бы они удаляли какие-либо воспоминания, я бы это уже заметила. Бет, тебе нужно начать им отказывать и посмотри, что они тогда будут делать. Если им нечего скрывать, они не станут настаивать. Ты уже взрослая и сама можешь отвечать за свои воспоминания. Успокойся, они просто заботятся обо мне. Что-то я не уверена в этом. Элизабет, ты что-то хотела? Да, профессор. Дело в том, что мои родители каждый вечер забирают мою флешку и отдают мне только утром. Скажите, что это нормально и что в этом нет ничего такого, а то Сара уже достала говорить, что это подозрительно. Слушай, я не могу лезть в чужую семью, но родители тоже не должны иметь доступ к этому. Я знаю много случаев, где родители удаляли без ведома в ребенка его воспоминания. Но ведь если бы они так делали, я бы уже это заметила, а так я помню всю свою жизнь. Дело тут в том, что если удалять какие-то фрагменты, можно исказить твою память о жизни. В целом ты будешь думать, что все помнишь, но если какие-либо детали будут удалены, ты этого можешь долго не замечать. Это как убрать два пазла в картине из пяти тысяч. На первый взгляд разницы нет, но дьявол в деталях. Не происходит ли ничего странного с тобой? Сегодня кое-что было. Один парень на улице позвал меня и смотрел на меня так, будто он меня знает. Самое странное, что он назвал меня другим именем, но он, возможно, просто обознался. Смотри, не рассказывай об этом родителям и посмотришь. Может, они не увидят это на твоей флешке. А еще сейчас тебе нужно удалить наш разговор. Я ведь тогда все забуду. Зато я буду помнить, но твои родители не должны о нем знать. Удали его, ведь все из твоей памяти автоматически копируется на флешку. Хорошо. Мам, я дома. Ты сегодня долго. Ничего не случилось? Да нет, просто немного задержали в школе. Все хорошо. Ужин уже готов. Потом тебе пора делать уроки и спать. Нельзя сбивать режим. Да, мам, ладно. С такой ночью. Ты кое-что забыла. Давай свою флешку. Мам, я хотела спросить, почему каждый день перед сном я должна отдавать вам свою флешку? Потому что мы твои родители. Будет более сохраннее. Ты еще маленькая. Но в школе сказали, что ее практически невозможно потерять или уничтожить. Мне не нужна сохранность. Кто такое сказал? У нас был урок о флешках. Еще сказали, что никто, даже родители, не должны иметь доступ к моей флешке. Это только мое. Никто не должен трогать. Понятно. Мам, что такое? Теперь ты вдруг решила строить и себя взрослую, наслушавшись, кого попало. И все равно, что ты обижаешь родных тебе людей, которые просто заботятся о тебе. Спокойной ночи. Мам, подожди. Не знаю, что на меня нашло. Ты ведь моя мама. На, возьми. Да нет, не надо. Ты же теперь взрослая. Возьми, пожалуйста, или я не усну. Ладно, давай. Сара, ты же понимаешь, что это значит? Если она спокойно отказалась и могла оставить флешку мне, значит ты ошибалась. И все хорошо. Ага, я понимаю, что это значит, что тобой сманипулировали и надавили на чувство вины, а ты повелась. Ты не права. Здравствуй, Элизабет. Мистер Вильям, здрасте. Ну что, ты не узнала о том юноше? Что вчера звал тебя на улице? Почему называл тебя другим именем? О каком юноше? Профессор, я ничего такого не помню. Может, вы перепутали меня с кем-то влажа тысячи учеников? Ой, да, извини. Хорошего тебе дня. А в случае, мистер Вильям, ты меня вызывали? Заходи, Сара. Вчера Элизабет рассказывала, что тебе не нравится то, что ее родители забирают ее флешку каждый вечер. Да, это правда. И я не понимаю, зачем они это делают. Вчера ее мама сделала вид, будто это просто забота. И она расслабилась. Но это же чистая манипуляция. Ты права, Сара. Ее родители что-то скрывают. Как вы это узнали? Вчера она говорила мне о парне, который на улице позвал ее именем Эшли. Да, я была там, это правда. И что с тем парнем? Ее родители удалили воспоминания о нем. Сегодня она его не помнит. Но зачем? Это хороший вопрос. Зачем со всего дня удалять память только об одном прохожем? Если он просто ошибся, такого бы не было. Значит, здесь кроется что-то большее. И что же нам делать? Наблюдай за Бетти и тем, что она помнит. Но не говори с ней об этом парне. Ее родители увидят все, что она видит за день. Ты не должна оказаться им странной. Веди себя как обычно и приглядывай за Бетти. Хорошо, я поняла вас. Сара, мне до дома осталось идти пять минут. Давай уже, как переду, я тебе перезвоню. Эй, Эшли! Эш, привет! Кто вы? Я не Эшли, вы обознались. Я так долго тебя искал, ты не помнишь меня? Уйдите, пожалуйста, с дороги, вы меня пугаете. Ты видела меня еще вчера, ты не помнишь? Вы точно ошиблись. Сегодня я вижу вас впервые. Сара, представляешь, ко мне на улице подбежал какой-то сумасшедший. Почему-то стал называть меня Эшли. Сказал, что я его видела вчера. Но он что-то путает, потому что я его до сегодняшнего дня никогда не видела. Да, Бет, просто забей, какой ты дурачок. Слушай, ты меня прям успокоила. А то это все выглядит как-то странно. Ага, не парься. Мало ли что ли на свете людей, у которых с головой непорядок. Перепутал тебя, видимо, с кем-то. Слон мистер Биллин. Есть новости. Этот парень снова подошел к Бете, и он назвал ее Эшли. Что ты сказала, Бет? Ничего, я сказала, чтобы она забила и не брала в голову. Если ее родители посмотрят эту запись, то посчитают, что я болезну для них, потому что говорю то, что они бы хотели. Да, ты молодец. Завтра мы окончательно убедимся во всем. Если они сотрут ее память, значит, с этим парнем явно что-то не так. И мы должны выяснить, что ее родители скрывают. Хорошо. Так, Бет, давай флешку. Держи, мам. Тебя что-то беспокоит? Выглядишь задумчивой. Да, сегодня ко мне на улице подходил какой-то странный парень. Звал меня Эшли. Ой, ты же знаешь, сколько этих сумасшедших по улицам бродит. Но обознался, подумаешь, чего это тебя так заботит. Просто это так странно. Чувство, как будто я этого парня знаю. Голос такой знакомый. И будто знаю уже очень давно. Но воспоминаний нет. На что ты намекаешь? Что я удаляю твои воспоминания? Я твоя мама. Зачем бы мне это делать? Я никогда не трогала твою память. Как ты могла подумать такое? Знаешь, это очень странно. Я это сказала просто так. И даже никогда не думала о том, что ты можешь удалять мои воспоминания. Но твоя агрессия по этому поводу заставляет задуматься. Извини, Бет, у меня просто сегодня был плохой день. Я думала, ты меня обвиняешь. Вот и разозлилась. Прости, зайка моя, ты же знаешь, как я тебя люблю. Завтра будет лучше. Ложись спать. Сладких снов, доченька. Спокойной ночи. Привет, Бет, ну что? Как вчерашний странный парень? Привет. Какой еще парень? А, никакой. Это просто шутка. Новый прикол из тиктока. Увидимся после уроков. Странная. Мистер Вильям, вы были правы, что это нечисто. Ее родители удаляют воспоминания. Она снова забыла этого парня. Что же нам делать? У меня есть одна идея. Элизабет, нужно поговорить. Вильям, старая, что случилось? Бет, твои родители врут тебе. О чем вы? Каждый вечер они забирают твою флешку. Не для того, чтобы она была в сохранности. Они что-то скрывают от тебя и удаляют твои воспоминания. Чего бы вам знать об этом? Два дня подряд какой-то юноша встречал тебя на улице и звал тебя Эшли. Но теперь ты ничего не помнишь о нем. Да, я не помню никакого юношу. Но может вы с чем-то просто эту историю путаете? Бетти, нет. Я была с тобой, когда он звал тебя через дорогу. Мы шли в школу позавчера. Или вчера ты позвонила мне из дома и говорила, что после того, как повесила трубку, он подходил к тебе. Странно. В тот день я помню, как мы шли и болтали обо всем. Наш путь. Но этого я не могу вспомнить. В прошлый день я помню, как я положила трубку, а дальше воспоминания были уже дома и на кровати. Я не могу вспомнить, что было после того, как я с тобой попрощалась. Потому что твои родители удалили воспоминания. Но зачем? Мы это выясним. И у меня есть идея. Что это? В нашем мире каждому человеку за жизнь надают лишь одну карту памяти во избежание использования в плохих целях. Поэтому достать вторую нереально. Только если взять у другого человека. Но никто в здравом уве на это не согласится. К чему вы? Я дам тебе еще одну флешку. Ты будешь копировать на нее все воспоминания за день перед уходом домой и оставлять мне. А на следующий день мы будем сверять, что твои родители удалили. Также весь этот наш разговор мы удалим с твоей флешки, чтобы они не увидели. Поэтому ты не будешь этого помнить. Но завтра увидишь на новой флешке и вспомнишь. Профессор, а у нее мозг не сплавится? Постоянное удаление и возвращение воспоминаний ничем хорошим не кончится. Надеюсь, мы быстро решим проблему. Потому что для мозга это действительно очень плохо. А откуда у вас еще одна флешка? Это флешка моей покойной дочери. Теперь принесет пользу тебе найти правду. Простите, я не знала. Ничего, я почистил ее. Она как новая. Мы поможем тебе. Да, Бетти, мы обязательно все выясним. Спасибо вам. Теперь я удалю наш диалог. До завтра, Элизабет. Эшли, Эш, стой! Кто вы? Ты снова меня не помнишь? Это очень странно. Кто-то имеет доступ к твоей флешке? Я не должна говорить с незнакомцами, но ваш голос такой родной. Да, мои родители каждый вечер берут мою флешку. Не верим. Они врут тебе, Эш. Меня зовут Бетти, и мне уже пора идти. Мне мама звонит. Мам, странный парень сегодня ко мне подошел на улицу. Опять? В смысле опять? Сегодня я видела его впервые. Ой, я в том смысле, что дочери Кэроли на днях тоже так же подходили. Видимо, у нас тут на районе завелся сумасшедший. Он мне сказал, что я не могу вам верить. А кому ты должна верить, доченька? Прохожему с улицы? Ложись спать. Завтра вечером мудренее. Спокойной ночи. Ты забыла дать мне свою флешку. Мне вообще не спится. Я так не могу. Они что-то от меня скрывают. Дорогое, это снова происходит. Они нашли ее. О чем они говорят? Это случилось 10 лет назад, но они все никак не оставят нас в покое. Мы за 10 лет переехали уже 14 раз. Как они так быстро нас находят? Почему они просто не могли смириться? Я не знаю, Мишель, не знаю, что делать. Бетти уже точно начинает что-то подозревать. Она взрослеет и с каждым разом узнает правду все быстрее. Похоже, нам снова нужно уезжать в другой город. Уже? Да, мы сделаем это через неделю. Надо будет удалить все с ее флешки. Это правда. Они удаляют мои воспоминания. Но что они скрывают от меня? Нужно рассказать все Саре. Потому что я завтра это все забуду. Да, Сара. Мистер Милем, вы как всегда были правы. Они скрывают что-то крупное. Они постоянно удаляют ее память. Мы должны разобраться, в чем дело. Вы спите? Нет, я как раз думала бы, Лизабет. Почему-то я считаю своим долгом помочь ей. Может, потому что я не сумел спасти свою дочь и хочу спасти хотя бы кого-то. Давайте я сейчас приду к вам и мы попробуем свести концы с концами. Сара, куда это ты на ночь глядя собралась? Профессору Вильяму. Чего? Это твой учитель, который был твоим репетитором предыдущий год? Нам нужно решить одну очень важную проблему. А с какого момента ты начала ко взрослым мужикам домой таскаться по ночам? У вас с ним что, роман? Мам, ты что, с ума сошла? Я надеюсь, больше никогда от тебя такой глупости не услышу. Он очень хороший человек. И вообще-то у него еще и жена к тому же есть. А что тогда? Зачем ты к нему идешь? Нам нужно помочь Бетти. Ее родители в руки и скрывают что-то страшное. Сара, это их семья. Зачем тебе в это лезть? Она моя лучшая подруга. Ты наверняка навыдумал о себе своей детской фантазии, а мистер Вильям почему-то решил это поддерживать. Мам, думай, что хочешь. Но я помогу своей подруге. Итак, мы почти ничего не знаем. Но можно начать с поиска на имеешь ли? Этот странный парень вечно так ее называет. Хорошая идея. Давайте. Может вам кофе налить? Рэйчел, Сара еще не доросла пить кофе ночью. Ей сделай какао. Хорошо, милый. Надеюсь, вы сможете помочь этой девочке. Я тоже. Что вы нашли в мистер Вильяме? Я, кажется, заснула. Это просто... Ты представить себе не можешь. Что там? Десять лет назад без вести пропал ребенок. Девочка. Родители ищут ее по сей день. И не сдаются. Они считают, что эту девочку у них украли. Имя этой девочки Эшли. Вот фото семьи. У нее еще есть брат. О боже. Это тот самый парень с улицы. Это он к нам подходил. Значит, это правда. Бетти на самом деле зовут Эшли. А ее родители не ее. Они похитили ее и скрывают уже десять лет. Когда она в серьезной опасности.